Болезни и обезможивания. Вот когда человек увидит свою проблему, и вы сможете ему объяснить эту проблему, с точки зрения, я обезможивания, сейчас я сначала поговорила про обезбожие, а потом про обезболивание системы загрязнений. Так вот, если вы сможете человеку объяснить, почему он болеет, или почему у него та или другая проблема, тогда вы сможете ему объяснить совершенно точно, зачем ему нужна вода. Понятно? Потому что пока он не знает, почему он болеет, он не понимает, зачем ему нужна вода. Итак, вода у нас присутствует в двух видах. У нее есть две качественные стороны. Это количество и качество. Что такое количество? Количество, это когда в организм поступает, воды недостаточно для того, чтобы произвести все перестроения, очищения, вымывания, растворения и так далее. Это называется болезнь количества воды или обезбоживания. Вторая группа болезней называется болезнь качества воды. Болезнь качества воды, это все паразитарные, бактериальные, грибковые и вирусные заболевания, которые передаются водой. Например, гепатит С, гепатит А. Например, дезинферия. Например, сальмонеллиоз может быть в воде. Да хоть холера, но причиной любое. То есть все заболевания, которые передаются в воде, для воды тоже в воде живут. Поэтому человек испытывает два риска. Первый риск. Получить недостаток количества воды. Второй риск. Получить недостаток качества воды. И заболеть каким-то сложным заболеванием, иногда даже непонятно какие, передающимся через воду. Потому что все остальные заболевания будут продолжаться еще двумя путями. Через продукты и через воздух. Все больше, ну, может быть, через контакты половые. То есть четыре пути передачи. Воздушно-капелевит, контакты бытовой половой, через воду и через продукты. Вот у нас основные, так сказать, пути заражения. Что мы называем болезнями обезбоживаниями? Первое. Все болезни у нас делятся на симптомы болезней. Симптомы. То есть это проявления. Например, сухость во рту. Это не болезнь, да? Это симптомы. Но это симптомы безвоживания. У нас есть синдромы. Синдромы, это комплекс симптомов. Три симптомов, пять симптомов, да? И у нас есть уже болезнь. Это когда много проявлений, и мы называем одну болезнь, потому что известно, что вы видите. Поэтому я буду говорить вам все подряд. Я не буду делить, где болезнь, где просто симптом, где просто синдром. потому что это уже для более, так сказать, людей, которые, ну, более-менее что-то знают. У вас все будет в куче. Я на самом деле, я не люблю кучу. Я не люблю, когда, например, симптом насморка стоит, к примеру, в заболевании бронхиальной астмой, там, язвенной болезнью. Но пока не будет так. Потому что вам еще надо немножечко получиться, чтобы вы умели различать эти симптомы, потому что симптомы – это защита, а болезнь – это проблемы. Итак, что связано с водой? Первое. Сухость в окно. Сухость в окно. Второе. Запоры. Задачивство. Нерегулярный стул. Третье. Повышенная веснойность улудочного сока. В организме не бывает хорошей кислотности, бывает пониженная кислота. Вот если вы, например, возьмете стакан воды и положите в него 2 грамма кислоты, получится 2 процентная кислота. Но если вы возьмете 5 стакана воды и получите, и положите 2 грамма, получится 4 процентная кислота. А если вы еще 3 щеки воды, получится 8 процентная кислота. Так же и в желудке. В желудке не бывает кислоты больше, чем нужно. Бывает воды меньше, чем нужно. И поэтому кислотность выше. Понятно? Поэтому, все, кто слышит такое, у меня повышенная кислотность улудочного сока. Сразу знаете, такого не бывает. Вам надо сразу говорить, у тебя не кислоты много, организм не даст много кислоты. У тебя просто воды мало. Понятно? Пей много воды, и у тебя будет нормальная кислотность улудочного сока. Пониженная. Дальше. А пониженная кислота всегда в трофеях клеток. Пониженная бывает. В организме бывают пониженные вещи, когда клетки уже устают давать кислоту. Человек дает, 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 кислоту вырабатывает. А вы кушаете, это скажу, что жуток. А вы все время кушаете горячий чай, горячий суп. И вы уничтожаете клетки. И в конце концов они быстро раздражаются, эти клетки. И получается, что я могу давать эту кислоту. Дальше. Пока не задавайте вопросы, потом задавайте. Песок в печени, гусая, жерчь. Все нарушения обмена жерчи, такие как гущение, песок, камни, это не достаток воды в организме. Потому что жерчь должна быть слабо концентрированная. А когда воды мало, она становится сильно концентрированной, и все нападает в ассалат. Вы сами знаете, что если раствор не сильно концентрированный, он в ассалат не выгодит. Выпадает в ассалат более невысокой концентрации. Соли, весок в почках. Это не достаток воды в почку. Соли, весок в почках. Сухая кожа. Вот все женщины жалуются. Место твоей кожи. Им что ли, как соль, что выгодит? Улажняющий клеток. Беспровезно. Вес, полезно. Ничего не помогает. По одной простой причине. Представьте себе дерево. Берем их. Представьте себе кору. Что такое хора? Кора – это клетки, которые раньше были у березы внутри. Они живы, 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 умерли. Наслоились. И отпадают. Кора отпадает, и на следующий год получается молодая кора. Правильно? Точно так же кожа у человека. То есть, они живут, 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 потом умирают. Продвигаются вверх. Отслаливаются. Шерушатся. Но у кого-то они имеют много воды, и поэтому не сильно шерушатся. А у кого-то имеют мало воды, и сильно шерушатся. Поэтому мертвые клетки, так и как мертвые в крови на дереве, назад не пришлепаешь. Они уже умерли. Поэтому увлажняющие клетки можно только ради, ну, сиюминутного эффекта. Вот ты сейчас намазал, пока крем на лице, он увлажняет. Крем высох, потому что мертвые все равно почти не убитываются в верхние слои. Кожа просто разбухла, и такое впечатление, что она стала более мягкая. А потом она высох и расстала, точно такая же. Поэтому есть у женщины сухая кожа. Запишите. Сухие волосы. Сухие трескающиеся ногти, эластичные. То это все недостаток воды в арберизме. Дальше. Хрусть в суставах. Соли в суставах. Пощелкивание в суставах. Деформация и растрескивание клещей. Деформация и растрескивание клещей. Позвоночники, дисков, межпозвоночников. Остеокондрозы. Артозы. Артриты. Деформирующие всякие спондилезы. Все, что касается суставов и позвоночника. Две причины. Одна причина обезвоживания. Вторая причина покрытия. Ну и недостаток медали. Третья причина. Недостаток минералов. Серых и клепки. И плюс глубокий. Следующее. Болезнь из закисления. Болезнь из закисления. Сахарный диабет. Протекает с колоссальным недостатком воды. Ишепическая болезнь сердца. Обезвоживание и сгущение крови. Атеросклероз. Жирная, устарая, вязкая кровь. Недостаток воды. Все виды повышения гемоглобина. То есть, ее называют эритромия. То есть, повышение гемоглобина. Если гемоглобин выше 130, это болезнь и сгущение. Потому что ни один организм не даст гемоглобина больше, чем человеку нужно. Зачем? Это так и вроде не говорили. Но если в крови нет воды. Вот мы взяли, например, рукавку крови. В ней должно быть 10 кг воды и одна часть эритроцита. Но там было не 10 кг воды, а 7 кг воды. И получилось, что эритроцита как бы больше. И мы говорим, у вас есть хороший гемоглобин. 150. Это очень плохой гемоглобин. Это говорит о том, что погодится всем. Дальше. Катаракта. Обезвоживание грусталика. Грусталик теряет голову. Становится более плотный. И человек слепнет. Это тоже болезнь и безвоживание. Возрастная дарина, зоркость. Это тоже болезнь и безвоживание. Все углобачки с плюсом после 45 лет. Это безвоживание грусталика. Уводнение. И потом это может привести в дальнейшем к проблемам созрения. Ишемический инсульт. Чистое болезнь и безвоживание. Спазм сосудов. Из-за того, что воды мало. И образуется Беретроцитовый тромб. Сухой кашек. Олег, ги, ги. Все олеги протекают с недостатком воды в организме. Избыток белок. Белокам. Недостаток термена и недостаток воды. Слизь не растворяется. Из-за того, что не растворяется. Мелкие лимфатические сосуды носа, брон, гордарь, горд. Нарушение микроциркуляции. На всех уровнях. Если кровь густая, она в капилляр не попадает. Поэтому все виды нарушений в микроциркуляции, например, отслойка сетчатки в глазе. Когда глаз следует, то сетчатка отслаивается. И человек плохо видит. Ретинопатия, да? Ретинопатия. Пища переваривается в щелочной среде в кишечнике при наличии большого количества воды и ферментов. Если света кислая и воды мало, то пища не переваривается. И ферменты не выделяются. Вызникает ферментопатия. Бронхиальная астма. Пустая, вязкая мокрота, которая заливает лимфатические протоки. Мы всегда должны мокроту что делать? Тараза выезжать, чтобы она могла выйти через бронхи. По этой болезни безбоживания. Дальше пишет. Депрессия. Скобочкой пишет. Загресление и безбоживание. Депрессия. 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 Депрессия работает нервной системы пожилых людей. Старческая слаболумие. Это отравление и высыхание мозга. А, безбоживание. Деменция, да? Значит, боюсь поведения с геймером, но это отравление алюминием. А общая деменция, вот когда человек не тоже совсем больной, а просто слабый, вятый, лежит, плохо разговаривает, плохо реагирует, нету никаких коронавирующих, просто человек слабый. Это называется старческая деменция. Это чистое, чистое обезбоживание, нарушение питания и кислорода. Поэтому, когда вы увидите у человека эти проблемы, вот эти, это он вам будет жаловаться. Это не вы будете спорить, а как у вас и слабоумие, нормально? Это вам, например, скажут что-то. Мои проблемы, какая проблема? Я ее не могу оставить дома, она боится, или может крану не закрывает, или еще что-то, да? То есть в этом случае вы говорите, что ваша болезнь связана с двумя причинами. Первая причина – это нарушение воды. Вторая причина – это нарушение питания. И третья причина – это отравление. Все болезни связаны. Нарушение питания, нарушение воды, нарушение отравления. Вы никак не ошиблись. И вы должны, вот в этой связи, вы должны рассказать про воду. Потому что если вы просто про воду будете рассказывать, «Слушай, а что ты пьешь? Человеку ничего не пью». «О, так я тебе сейчас расскажу». То есть человек еще не знает, что ему будет, когда он не будет пить воду. А если ты спроси лично, какие у тебя проблемы? Он, например, говорит, «Да я вообще как дорогой». Только у меня сухая кожа, сухие волосы, там, ногти ставятся, и лифталы пощелкивают. Вы можете сказать, «Ну, это одна причина для всех твоих проблем. Это обезхоженный. Из-за этого суставы щелкуют, из-за этого кожа, из-за этого волосы сухие». Понятно, да? Потому что во всех других случаях вы просто человеку даете информацию. Вы даете ему информацию про воду. Вы даете информацию про физико-химические свойства воды. Ему иногда интересно, а иногда ему неинтересно. А если вы ему даете информацию про его собственный организм, а тем более, если он вам сказал свою проблему, а вы не лезете к нему, а просто говорите, «Хочешь, я тебе помогу решить твою проблему?» Если он скажет, «Не хочу, то он дурак». «Ну, не хочешь, ну, забрался, умирай, не отрягайся». То есть, если человек хочет, вы ему расскажите, в чем его проблема. Расскажите, какая бывает вода. Расскажите, почему она течет, не течет. Расскажите, что вод бывает густая, что она слипается. То есть, вот это все ему расскажите. И тогда он точно заинтересуется водой. Потому что, когда он меня спрашивает, «Вот у меня у бабушки катаракт». Я сразу говорю, ничего не поможет эта болезнь обезвоживания. Пока человек не начнет пить воду, капать воду, пока у него кровь не будет жидкая, сколько гемоглобин? Она говорит, «150». Я говорю, ну, конечно, что ты хочешь. Там вообще воды нет в глазу. А раз воды нет, значит, кислорода нет. То есть, вы должны четко, совершенно понимать, какие болезни связаны у нас с обезвоживанием. Вы должны эти болезни знать наизусть. Но вы не только должны их знать наизусть, а вы должны еще уметь человеку рассказать про это. Потому что мало того, что вы знаете эту болезнь, если вы не умеете про нее рассказывать, то ничего рассказать не получится. Я вам сейчас расскажу причины смерти, чтобы вы поняли. Существует несколько причин смерти. Но одна из них самая главная. Меня, конечно, пригласили в Новосибирске прочитать лекцию студентов. Лекция была на тему дорогового процесса. Я не хотела читать лекцию. Я не люблю читать лекцию врачам, я люблю читать лекцию студентов, потому что и на тех, и на других уходит очень много энергии. Я люблю читать лекцию дистрибьютора, потому что люди хотят, люди пришли, люди сами хотят себе помочь, да, потому что у нас нет сил переубеждать того, кто не хочет. Посту летят, они молодые, веселые, они думают, что они все знают, они думают, что они все лет учились, и, так сказать, сейчас выйдут, и вот всех вылечат. Ничего подобного не происходит. И когда я пришла туда, там сидела два потопка лекции, потом очень много студентов. Пятый или шестой курс. Большой курс. Я говорю, знаете, меня попросили вам лекцию прочитать, мне совершенно не отбуду. Вам тоже, вас туда загнали, вам тоже совершенно не отбуду. Я вас понимаю, вы уже хотите все домой, я не помню, только лекцию про здоровый образ жизни. Давайте мыслила так. Я вам задам три вопроса. Если вы мне ответите на три вопроса, я скажу, что я снимаю перед вами шляпу, и я не могу вам ничего читать, и мы раздадемся мерками. Если вы мне не ответите на вопросы, я скажу, что вы очень мало знаете, и вам придется послушать, что я разговариваю. Ну, они веселые, они сразу говорят, давайте, давайте. Ну, студенты, они сразу. Я говорю, скажу, это не первая причина смерти, главная причина смерти. А Нет. А без глаз, Диняйнде. Значит, нет. Значит, они начали называть инфаркт, ну да,vinфарк причины смерти, и не суда, да, причина смерти. Начали называть кровотечение, ну тоже причина смерти. Для врачи. Да. Вот мы как врачи с вами. Причина смерти наступила в результате кровотечения, да? Или причина смерти достигаетности. Остановка дыхания. Они называли меня 100 причин смерти. Я говорю, есть одна главная. Потом уже один не выдержал и говорил, что он шел кирпич на голову полом причина смерти. Я говорю, правильно. Все причины смерти, которые мы назвали, правильные. Но есть одна причина смерти. Если мы берем не причину смерти организма, а организм умирает тогда, когда умирает клетка, мозга, сердце, то есть одна только причина смерти. Потеря кислорода, боли и беды. Нет других причин смерти. Главное – ключи за смерть, запомните. Потеря кислорода. Все. Да, действительно, если человеку отрубило ногу. Ну, например, тропа я приехала, да? У него утекла кровь. Отчего? Потому что в крови был растворен кислород, крови стало малым, кислорода стало малым. И если мозгу не хватило кислорода, то можно будет. Потому что в самом деле человек может жить без ноги, без руки, без двух рук, без двух ног. Главное, что у него в голове был кислород, он будет жить. Понятно, да? Или, например, у человека инфаркт в сердце. Закупорился сосуд, холестерин попал и перекрыл. Что перестает поступать? Кислород. Кислород. Все. Если кислород пустить с другой стороны, все, человек будет жить. Его вырезают кислород, кислород подводят с другой стороны, клетка живет. Единственное, что клетке в этой жизни нужно, в качестве резонатора, коммертона, я вам сейчас скажу удивительную вещь. Существует три минерала, на которых завязана жизнь. Первый минерал называется кислород. Род. Родина. Рождение. Родовые дела. Бог. Языческий. Род. Второй. Водород. И третий. Углерод. Вот эти три рода обеспечивают жизнь человека. Человек состоит из водорода, кислорода и углерода. У нас еще есть в качестве мостиков азот, но это уже просто как бы не ведущий, он, конечно, очень важен. Но вот три микроэлемента обеспечивают жизнь человека. Кислород имеет волну колебания клетки. Кислород имеет волну колебания клетки. И он дает клетке энергию жить. Представьте себе, что это камертон. Если кислород поступает, клетка знает, как ей сокращаться, засасывать или выталкивает клетки вещества и ягод. Понятно? Как только кислород не поступает одну минуту, она теряет вот эту настройку. Поэтому мы без всего можем жить. Даже без любви. Но без кислорода мы можем прожить, клетка может прожить не более двух минут. Через две минуты она убирает. Поэтому это очень важно. Кислород никогда не бывает в воздухе у нас в организме. У нас воздуха в организме нет. У нас в организме кислород всегда растворен в чем? В воде. Поэтому вторая причина смерти. Не вторая, а вследствие. Недостаток кислорода идет вследствие недостатка воды. Одна причина может быть. Когда идет недостаток воды, возникает закисление. Кислород уходит и остается углерод кислый. То есть понятно? Кислорода становится меньше. А у углерода в организме так и было много. И возникает закисление. А между ними существует гармония кислород, вода и углерод. Закисление приводит к чему? К отравлению. Все болезни интоксикации. Если воды нет, то не поступает питание. То есть питание это 20-15 минут. Минералов. В том числе кислород и водород. Все. Никаких любителей причин для смерти нет. Питание это минералов. Минералы, соединенные через кислород, водород, азот и углерод. Называется аминодислоты. Аминодислоты это тот же самый кислород, водород, углерод, азот и цинк иногда. Медь, серв. То есть тут духие любовь. Это основные причины смерти. Основные причины смерти. А теперь вспомним 12 карастан, которые мы с вами прошли. 12 карастан определяют жизнь человека. Если любая константа нарушена, любая, человека убирает. Если она сильно нарушена. Давление сильно нарушена, человек убирает. Температура сильно нарушена, человек убирает. А посмотрите, что получается. Есть видео. Снижение воды приводит к сгущению крови и к уменьшению мочи. А теперь расшифруем. Сгущение крови приводит. Первое. К чему? К повышению артериального давления. Согласны? Согласны? К повышению чего? Числа сердечных сокращений. Число сердечных сокращений приводит к повышению чего? Число дыхательных движений. Сгущение крови приводит к повышению чего? Геноплодина. Понятно? Уменьшение мочи к чему приводит? Первое. Закисление. То есть это повышение PH. Одновременно это приводит к повышению чего? Билирубина. Потому что если мочи мало, очистка не идет, возникает отравление и рано или поздно нарушится билирубинный процесс. Уменьшение мочи приводит к повышению сахара. Потому что сахар не вымывается из организма. Опосредованно сгущению крови приводит к крови, поднимаясь в зарядку. Повышение чего? Палистилина. Потому что кровь становится более густая, более жирная. Это понятно? Возникает. Одновременно дорастает вес. Потому что там мокрозит. Если организм закислен, в нем начинают развиваться бактерии. И это приводит к повышению температуры и лейкоцитов. Вот если здесь 2 литра воды, то здесь 1,5-2 литра бачи и ничего этого нет. Если здесь пол-литра воды и литр сока из магазина, все равно будет то же самое. Понятно за счет чего? Кислотность, PH. Если здесь нет воды, а есть другие жидкие, чай, бот, какао, кофе, тратится колоссальное количество энергии. К чему приводит повышение давления, повышение числа сердечных, повышение декабря, повышение гемоглобина, повышение холестерина. Оно приводит к страшные вещи, гипоксии, к понижению кислорода. Согласны? Согласны? Нет, какая сейчас очень важная. К чему приводит уменьшение мочи? Моча становится более концентрированная и возникает отравление или интоксикация. Уменьшение воды менее 1 литра в день приводит в конечном итоге. Ну если это опасно уже становится, да? Таблика принимает замены жидкости. Либо к быстрой гипоксии, интоксикации. А гипоксия плюс интоксикация равняется смерть. Мы же теперь только что-то прошли, да? Гипоксия плюс интоксикация – это смерть. Поэтому умирать можно быстро, если прекратить пить воду вообще. За 2 дня уже умереть. Умирать можно медленно. Если постепенно уменьшать количество выгодной воды, все в организме будет сгущаться, уплотняться. Умирать можно еще медленнее. Если мы всю воду заменим. Чай, компот, какао, кофе, соки. Так а то есть вообще ничего не понимает. Он получает вроде бы жидкость. Жидкости полно, почки не работают. Сердце работает плохо. Энергия вся куда-то ушла на то, чтобы кислоту перевести в щелочь. Мы тратим минералы, мы тратим все. То есть в любом случае нарушение вот этой вот жизненно важной константы, Богом Заданной нам сознательно, полтора-два литра чистой, воды и шутки, чистое. Воды и шутки. Что нам Богом дана константа, которую мы потеряли в жизни. Просто потеряли. Эта константа называется полтора-два литра чистой. Чистая. Раз. Жидкая. Два. Структурированная, чтобы не тратить энергии. Три. Мягкая. Четыре. Минерализованная. Пять. Негазированная. Шесть. Вкусная. Семь. У нее должен быть обязательно нормальный вкус. Потому что если органолитика нарушена, то воду такой не выпить. Вот почему-то черную воду плохо пить. Потому что она безвкусная, она не вкусная. Воды. Щелочной. Или, напишите, нейтральной. Потому что щелочная вода, это уже скорая помощь. Понятно, да? Вода может быть нейтральная. Может быть нейтральная. Это тоже хорошо. Но вы все припятисты, потому что вода сейчас кисно-нагрязная, кисно-вертвая. Вот если эта константа выдерживается, то организм может бороться сколько угодно долго. Мы говорим, у нас стрессы. Организм говорит, ничего страшного. Слушайте, сейчас тут важные вещи говорят. Если есть в организме вода, то адреналин удаляется через слез, пот и мочу. И если воды нету, адреналин остается в организме, если нечем спотеть. Поэтому первая помощь при стрессах какая? Сколько? Горячая. Три литра. Тогда вообще не столько стрессов. Пол литра воды какой? Горячая. Газ горячий. Горячий. Да, 40 градусов. Вы все делаете ошибку. Попей водички, сразу говорите, да? Стресс человеку, все, надо пить водички. Даете такую воду? Холодную. От холодной воды не вспотеть. А надо что сделать? Вспотеть. Откроются сосуды. Человек мгновенно, потому что от ужаса человек потеет. У него адреналин. Вот собака, если на кухаре, вы что делаете? Отвечивается. Если бы мы могли делать так же, то у нас бы была противострессовая механизма. Нам надо при стрессе чувствовать, что что-то случилось. Не то что-то, устали, еще что-то, разнервничались. Все назойли. Пришли, выпили стакан или пол-литра горячей воды. Все, с потери все ушло. Иначе надо плакать, отжиматься. Там, может, цельством дохода заниматься. Тоже не это. Противострессовая механизма. Дальше мы говорим. А у нас пища грязная. Экологически. Если человек поступает в 2 метра чистой воды, какая бы грязная пища ни была, сколько бы нам ни поступало яда, через почки все равно все уйдет. То есть вода, это единственная защита от грязной, экологической, мертвой пищи, химической. С уксусом, с кислотой, с сахаром, с солью. Согласны? Согласны. Мы говорим, мы бьем жидкости. Вот тут ничего не скажешь. Если человек дурак, то это на всю остальную свою жизнь. И он будет продолжать есть. Чай, компот, какао, соки, кофе, пиво, квас и все такое. И он будет болеть, и он будет жить вместо стали 57 лет. И полностью давно поняли. Они никому об этом не говорят. Они бьют только воду. Особенно пожилые японцы. Не потому, что они так знают, а потому что у них, они даже не понимают, что можно пить что-то другая вода. Потому что этот просто пошел, налил воды, глядил. Зачем они не будут мудрить? В один день бьют и старые японцы, которые берут письколу, коколу. Максимум чуть-чуть чая, умельчая на церемонии. И максимум там, кофе, я не думаю, что пожилые люди пьют. Поэтому они долго живут. Что наши бабули вели в первую очередь? Я по своей бабуле знаю. Чай с утра. Чашечку кофе. Что бы у нас ни было в организме, что бы у нас ни случилось. Если у нас живут блесты, единственный способ, чтобы они не так нам вредили, смывать все это. Потому что от блестов избавиться можно, но это есть паразитальная программа. А если сказать, что остриц у ребенка много, они постоянно, каждый день его будут отравлять. Поэтому ребенок пьет очень много воды. Ребенок пьет гораздо больше, чем мы с вами пьем. И он подходит и говорит, мама, дай воды. Ну тут умная мамаша. Говорит ему, а что ты будешь пустую воду поесть? Выпей чай, какао. К чемпионом будешь. Сок лучше пей. В вестибеде говорят истина, да? Водки сила, а в воде, что в воде не пробует. Вот и получается, что мы потеряли вообще божественную сущность. То есть божественная сущность это вещество природы вода. Ну и отношение вибрации, да? Так вот, если к воде хорошо относиться, если к воде относиться хорошо, что с водой надо? Ее надо любить. Ее надо Бога боевить. Бога говорит. С ней надо разговаривать. Ее ни в коем случае нельзя отдать. Она все запоминает. Она все слышит. Она все чувствует. Она живая. Ни в коем случае с ней нельзя обращаться плохо. Вода не должна стоять там, где включено радио. Она ничего не должна слышать, никаких звуков. Она не должна быть на свету. Вода всегда прячется от света. Родни, если у него срезать, дерево воде не трубить, родник уйдет. То есть воде нужно обязательно тень. Ей нужно спокойствие. Ей нужно чистое место, прохладное. Вода не любит никаких жарких, там, солнечных лучей. Она должна, когда лета, в самой лучшей граффины. Мы с вами используем какие-то банки, трехлитровые, метилитровые. То есть это для воды недостойно. А весь хрусталь у нас, как у тех, чокнутых, стоит? В шкафу. Чего он там шьет? Ха! Ну почему? Ну что, с пролезь нельзя. Водку. Ну почему? Хрусталь это стекло. Ну почему? Вот у меня есть, например, хрустальные граффины. Но у меня его жарко. Я такая же Маша, как и вы. Я не видела ни у кого, чтобы там тут не стояли хрустальные граффины, чтобы они из них воду пили. Трехлитровая банка, в лучшем случае, закрыта тряпкой какой-нибудь. Потому что мы так относимся к воде. Или от цептора. Ну цеп, в жиле вода железо не любит. Вода любит только стекло. Поэтому, для воды должно быть самое лучшее место на воде. Она должна быть на этом самый красивый сосуд. На нее должны быть накинута самая красивая труна тряпочка, потому что вода должна дышать. И ее никогда нельзя закрывать. Ну конечно, с поплака на нее не должно падать, муки на нее не должны как купаться в ней, да? Но к воде должно быть отношение. Такое, как отношение к коней ее. Потому что иначе, иначе мы все не любим воду. Когда мы паримся в бане, или моемся в банной, мы тратим 300 литров питьевой воды. Это нельзя делать. Из 6 миллиардов, 4 миллиарда народа не имеют доступа к воде. Вообще не имеют доступа к воде. А мы с вами живем, как бушуи. Мы включили воду, оставили и пошли. У нас какое-то, извините меня, говеное полотенце стирается в 10 литров воды. То есть это недопустимо. нас за это накажут. И очень сильно. Если мы каждый будем не 300 литров тратить, когда мы паримся, а 50 литров, представьте, сколько мы воды можем сэкономить. Подумайте об этом. это очень важно. Но важнее всего, чтобы вы смогли передать это детям. У вас есть внуки, у вас есть дети. Представьте себе, завтра на минуту, если вы встанете из крана, ничего не потечет. Что будете делать? Все, ужас, смерть. Послезавтра будет смерть. Уже однажды так в природе было. Вы видели первый фильм «Вода»? Видели, да? Однажды вода уже ушла с планеты. По преданию. Это было очень давно. Суфисты еще об этом рассказывают. Что однажды вода ушла с планеты. У нас есть чистое озеро Байкал. Мы там построили завод, который раньше производил в ракетные склады, сейчас он производит туалетную бумагу. Это самое большое озеро в мире. То есть вода нам отомстит, когда нет. То есть мы сливаем канализацию греть. Правда, они очищаются, но этого недостаточно. То есть самое главное, что мы воду не любим. Вот это самое главное. А раз мы воду не любим, вся наша нелюбовь передается на уши через эту воду. И возвращается к нам троекратно. Жизнь зародилась в воде. Только в воде. И жизнь без воды невозможна. Жизнь – это и есть вода. И поэтому, когда человек говорит, я люблю кофе или я люблю какао, я не люблю простую воду. 80% людей вам скажут, я не люблю простую воду пить. Говорят? Говорят. А вы должны себя спросить, а я сам люблю пить простую воду? Или я пью, потому что он Елисея на накугал, или потому что деньги на этом зарабатывают. до тех пор, пока человек не научится любить воду, пока он не научится с ней разговаривать, просить, нормалька делать. То есть нормалька можно любить словами. То есть если слова идут от сердца, то вода принимает все вибрации. Надо научиться ее чистить, надо научиться ее беречь, экономить, надо научиться об этом рассказывать. Если вы будете относиться к воде трепетно, то все, кто с вами общается, особенно ваши дети, ваши внуки, ваши родители, будут относиться к этому точно так же. Ваши отношения дуплицируются полностью. Но подумайте, вкладываете ли вы в это свою энергию. Вот как только вы начнете вкладывать в это свою энергию, у вас все наладится. Потому что человек, который не любит свое дело, а свое дело у нас, у нас главный продукт это вода. Если у вас не получается что-то, проверьте, насколько вы верите в то, что вы делаете. Если человека заставляют делать то, что он не верит, у него ничего не получится, потому что энергия не пойдет. Вот он говорит, воде и водичке все будет хорошо, а человек ему не верит. Меня спрашивают, почему у вас всегда помогает, когда вы лечите воду? Я говорю, потому что я лечу не водой, я лечу собой. Я точно знаю, что поможет, потому что я 25 лет в это душа, и мне надо было 15 лет делать воду внутривенно, чтобы понять, а зачем мы делаем воду внутривенно, когда ее надо пить сначала предлюдительно, потом добровольно предлюдительно, потом осознанно, а потом просто, автоматически, потому что никак по-другому нельзя. Большинство из вас, кто здесь сидит, еще не осознали этого. Уже вроде верят, уже что-то такое делают, но еще не осознали, что единственное, Бог, которому стоит молиться на этой, вот на этой же физической обилии, да, то это вода. Все остальное находится уже там, высоко. Потому что связь человека между людьми, это связь между водой. и что нам надо всем вместе делать так, чтобы никто не загрязнял воду, чтобы никто ее не трожили, не стирали. То есть мы с вами одетки, ничего здесь делали. У меня когда мама умирала, слава умерла, у нее была инфаркция, что же она была. И когда я пришла в реанимацию, время она догадывает. Врачи делать нельзя. Берите на себя от резиденции. Ну как можно взять резиденции, да, если врачи делать нельзя, то есть все, при инфаркции будут прекращать делать. Нет, конечно, первая инфаркция справится, что с ума сошла, вдруг она умирает. Я говорю, ну конечно, может такое случится, но от другого тогда нет. Я все равно это принесла воду, все равно сказала, пей. Потому что наши родственники нас не слышат. Ваша мама пьет воду? Умерла тоже, да, вы не успели. Паша пьет? Тоже умерла, да? Видите, мы уже не успели. Мы уже не успели. Подумайте все, кто у кого не пьет воду. Потому что если вы сейчас мне расскажете, то завтра будет уже поздно. Очень поздно. Конечно, можно сделать воду внутри веры, но этот человек надолго не спасет. На три дня, на пять дней, на месяц, да? очень важно. Потом, когда она выздоровела, она лежала в реанимации, я к ней пришла, говорю, мам, ты воду пьешь? Она говорит, пью. А я думаю, я понимаю, что она меня не слышит? Я принесла ей книжку Бахман Гелин, же, ваше тело просит воды. Она начала ее читать. Ну, это моя собственная мама, то есть я ей пять лет, ей шесть лет, или семь лет, каждый день говорю, мама, выпей воды. Она ничего не слышит. Она прочитала книжку и лежа в реанимации, она ее законспектировала, ей даже вставать нельзя было. Я прихожу через два дня. Она говорит, ой, ты знаешь, такая хорошая книжка, я подумала, что тебе обязательно это надо знать. Я подумала, что тебе, конечно, никогда ее прочитать. Поэтому я для тебя ее переписала. Она мелким почерком мне выписала все, чтобы Хвангильич написал про моду. Я чуть вообще не упала.